Пилот ТВ В этом году выставка Helly Russia собрала 219 компаний из 11 стран мира, представляющих услуги в сфере производства, разработки и эксплуатации вертолетов, вертолетной техники, бортового и наземного оборудования. На площади почти в 12,5 тысяч квадратных метров разместилось 16 вертолетов и 5 автожюров отечественных и зарубежных производителей. Выставку открывали помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Хожин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Богинский, заместитель министра транспорта Российской Федерации Валерий Акулов, генеральный директор акционерного общества вертолеты России Александр Михеев. Выставку не оставил без внимания и руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов. Он высоко оценил вклад выставки Helly Russia в развитие отечественного вертолетостроения, привлечения инвестиций и развития новых технологий. Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы рады вас приветствовать на восьмой международной выставке вертолетной индустрии, которая в очередной раз встречает гостей и участников в гостеприимных стенах Московского выставочного центра «Крокус». И, конечно, форум привлекает широко общественное внимание. Становится настоящим праздником для любителей авиатехники, для тех, кто интересуется последними достижениями российской и зарубежной конструкторской мысли. Желаем результативной работы, полезного общения и всего самого лучшего. Глава администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов. Холдинг «Хеллипорты» России стал первым официальным российским дилером Airbus Helicopters. Вчера в рамках выставки «Хелли Раша» было подписано соглашение о создании дистрибуторского и авторизированного сервисного центра на базе «Хеллипорт Истра». Кроме того, российская компания сделала заказ на восемь вертолетов Airbus Helicopter, четыре H-130 и столько же H-125. Эмерик Лом, глава Airbus Helicopter «Восток», российской дочки европейского производителя, подчеркнул, что компания меняет стратегию развития и будет создавать крупную дилерскую сеть по всей России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошая и серьезная компания, под названием Airbus Helicopter. Нам важно, что мы прикоснулись к тому качеству, к тому уровню, которое в сегодняшний день существует в данной компании. Мы в сегодняшний день считаем, что вертолеты, я бы сказал, до 30 европовта и 350 европовта в своей линейке в сегодняшний день лучшие востребуют. Один из вертолетов у нас поднимался буквально 15 дней назад на Airbus. С большим удовольствием и поверьте, огромный большой запас в войне. Но и самое главное, нам надо в наших странах приносить качество, то качество, которое мы видим на заводах наших партнеров, тот уровень, который мы должны создавать. Не надо пытаться возвращаться и пытаться учитывать, у меня есть паражарный, сарай, как-то ремонтировать. Мы должны ремонтировать наши хорошие машины, классные сервисы, где заложен тот уровень, тот качество и те требования, которые у данной компании с удовольствием могут быть. Еще одним ярким событием вчерашнего дня стало подписание лицензионного соглашения между американским вертолетостроителем «Белл Хеликоптер» и уральским заводом гражданской авиации из Екатеринбурга. Так что теперь вертолеты «Белл» будут собирать и в России. Для сборки в нашей стране была выбрана новейшая модификация легкого однодвигательного вертолета «Белл-407 GXP». Как рассказал генеральный директор уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха, первые три вертолета планируется собрать в Екатеринбурге уже в этом году. Подписанное лицензионное соглашение не имеет ограничений по количеству машин, собранных в России. Оно будет определяться спросом на рынке. Уральский завод гражданской авиации уже имеет солидный опыт локализации производства зарубежной техники. На базе этого предприятия была организована сборка в России израильских беспилотников и учебных самолетов австралийской фирмы «Дайн». Еще одна новость. В составе вертолетной сети «Хелепорта России» в Краснодаре и Тюмени появятся два новых центра. Соответствующее соглашение в ходе первого дня выставки «Хелли Раша-2015» подписала зампредсовета директоров сети Нина Абдулова. В Краснодаре сеть будет представлена уже существующим вертолетным комплексом «Хелли Центр». Останется ли у Краснодарского центра его старое название пока не решено, однако известно, что комплекс сохранит свою самостоятельность. Благодаря «Хелли Центру» «Хелепорта России» получит доступ ко всему российскому Черноморскому побережью, в том числе Крыму. Уже сейчас на территории комплекса можно разместить до 30 вертолетов. В первый день выставки также состоялись конференции, круглые столы и семинары по темам, связанным с санитарной авиацией, медицинской эвакуацией в России, а также авиационным бортовым оборудованием, вопросам формообразования и дизайна салонов и другим темам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в конце выпуска еще одна новость, касающаяся всей вертолетной индустрии нашей страны. Российский парк вертолетов продолжает расти и обновляться. По данным Реестра гражданской авиации, на начало 2015 года в стране было зарегистрировано 2605 вертолетов, что на 5,2% больше уровня прошлого года. По оценке Ассоциации вертолетной индустрии, этот рост произошел за счет поставок вертолетов зарубежного производства, в основном легкого и среднего класса. Россия – страна с богатой авиационной историей, успешным настоящим и перспективным авиационным будущим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова